Как завершится судьба нашей Вселенной? Разлетится ли она на кусочки, взорвавшись? Обрушится внутрь себя? Или ее ждет тепловая смерть? Ученые представляют невообразимое. Они выдвигают самые невероятные теории о том, как все закончится. Это гибель Вселенной. Гибель Вселенной. В самых далеких уголках космоса идет битва. Никто не может ее видеть, но ученые убеждены в том, что она происходит, и что исход ее будет жесток. Вселенная погибнет. И хотя этого не случится еще миллиарды лет, другого выхода нет. Вычислить, как погибнет Вселенная, задача для астрофизиков всего мира. Они направляют в небо высокотехнологичное оборудование, чтобы раскрыть тайну нашей судьбы. Возможности исхода пугают. По одной теории, Сила гравитации притянет Вселенную к центру, подобно воздушному шарику, из которого выпустили воздух. Вселенная вернется к своему первоначальному размеру. Это будет большое сжатие. Это будет конечная Вселенная, заключенная в огромный огненный шар, если материя обрушится внутри себя. Будет довольно оволнующе. Возможен и большой холод. Вселенная будет продолжать расширяться до тех пор, пока ядерные силы согревающие звезды не иссякнут. Вселенная остынет и погибнет. Второй вариант весьма грустный. Вселенная продолжит расширяться бесконечно и превратиться в необразимое холодное и пустынное место, так как расширение отодвинет наших ближайших соседей от нас. И мы станем всего лишь одинокой и изолированной группой звезд и галактик. Однако, возможно, гораздо более впечатляющий конец, при котором все разорвется на куски. Все до последнего атома. Представьте себе воздушный шар, в котором слишком много воздуха. Он лопается. Такое развитие событий гораздо ярче сжатия и настолько же зловеще, как вечный холод. Вселенная продолжит расширяться, но с постоянно нарастающей скоростью. Фактически, скорость будет настолько велика, что даже пространственно-временная материя не сможет удержать Вселенную. Каким бы ни был конец существования Вселенной, это будет драматичный финал. Чтобы понять, как все закончится, ученые обращаются к тому, как все началось. Загадка начинает разрешаться здесь, в Маунт-Вилсоновской астрономической обсерватории в Посадене, штат Калифорния. В 1929 году Эдвин Хаббл, глядя в самый большой на то время телескоп в мире, сделал странное открытие. Вселенная расширяется. Открытие, совершенное Хабблом, привело к совершенно новому представлению о Вселенной. Оказалось, что это развивающаяся, эволюционирующая среда. Раньше Вселенная виделась ученым совсем иначе. До Хаббла ученые утверждали, что она статична и неизменна. Открытие Хаббла о расширении Вселенной означало, что когда-то у нее была точка отчета. Начало. Тогда появилась идея, а почему бы не выяснить, заглянув назад в прошлое, с чего все начиналось. Именно тогда и родилась теория Большого взрыва. Большой взрыв. Доля секунды, в которую Вселенная и все в ней появилось из точки, меньшей по объему, чем атом. Существует заблуждение касательно Большого взрыва, что мы можем обнаружить место в космосе, где произошел взрыв. На самом деле, лучше думать о Большом взрыве как о синхронном сотворении всего пространства, которое продолжает расширяться и посиди. Если Вселенная расширяется с момента Большого взрыва, ученые должны предположить, что когда-нибудь она прекратит расширяться. Вопрос в том, когда? Самый очевидный ответ основан на принципах сил гравитации. То, что подброшено, должно упасть. Звезды и галактики могут изменить свое направление. Вселенная обрушится, и это будет тем, что многие ученые называют Большое сжатие. Возьми заверх, видишь другую рукоять, просто раздели их. Модель ракеты поможет понять суть Большого сжатия. Ракета как Вселенная, которая расширяется из Большого взрыва. Запуск ракеты, взрыв, дает ей возможность преодолеть силу притяжения к Земле. Пять, четыре, три, два, один. Взрыв заставляет ракету покинуть ее стартовую площадку. Она взмывает в воздух, преодолев на мгновение силу тяжести. Кажется, что она никогда не прекратит свой подъем. Но сила притяжения Земли не позволит ей подниматься вечно. В конце концов, когда иссякнет топливо, она продолжит лететь еще метр. Затем остановится и устремится к Земле. Именно это может произойти при Большом сжатии. Вся Вселенная устремится на свою стартовую площадку. У Вселенной есть своя собственная движущая сила, импульс. Она расширяется, но в конечном счете может настать момент, когда она становится, как и ракета, которую мы наблюдали, и устремится обратно и сожмется под действием собственной силы тяжести. По этой теории Вселенная может вернуться к ее первоначальному состоянию, являющемуся точкой отсчета бесконечной череды создания и разрушения Вселенной. Теория Большого сжатия отошла на второй план. Ученые выяснили, что существует некая форма энергии, которая удерживает Вселенную от сжатия. А существование такой силы ведет к новым теориям о сущности Вселенной и о том, как она погибнет. Разгадка может таиться в самых мощных и загадочных феноменах космоса. В черных дырах. Предсказания о гибели Вселенной требуют передовых технологий новейшего оборудования. На отдаленном вулкане одного из Гавайских островов астрономы следят за битвой в космосе, которая решит судьбу Вселенной. Возвышаясь почти на 4300 метров над Землей, телескоп КЕК помогает астрономам со всего мира ближе и яснее увидеть космос. Место расположения не случайно, ведь телескоп работает лучше на большой высоте и вдали от огней города. Суровые условия делают работу на такой высоте крайне сложной. Но для ученых, стремящихся разгадать великую тайну, это не помеха. Это довольно примечательное место. Конечно, из-за того, что воздух разрежен, здесь гораздо тяжелее работать, но эти телескопы невообразимо мощные. И мы, астрономы, очень целеустремленные. Мы не просто наблюдаем известные всем объекты. Мы изучаем мельчайшие объекты, находящиеся в отдаленных частях Вселенной, которые могут рассказать о том, какой Вселенная была в начале. Здесь такие астрономы, как Ричард Эллис, работают над проблемой, которая занимает всех исследователей космоса после открытия Хаббла. Они знают, что Вселенная расширяется, но они не знают, с какой скоростью. Без этого будет крайне сложно предсказать, как погибнет Вселенная. Найти ответ поможет ее прошлое. Мы с коллегами используем телескоп как машину времени. Мы заглядываем в прошлое, чтобы изучить далекие галактики такими, какими они были очень и очень давно. Ричард Эллис и его коллеги используют телескопы, чтобы увидеть прошлое. Они видят вещи, которые подтверждают давнешние теории о космосе, наблюдают объекты, которые еще недавно было невозможно увидеть. Ученые приходят к выводу, что одно из предположений Эйнштейна, в частности, может быть соотнесено и с гибелью Вселенной. Эйнштейн утверждал, что в космосе должно находиться больше массы, чем мы можем предположить, что существуют участки, невидимые сверхгравитацией, которые не излучают даже свет. Одна из отдаленных галактик, найденная учеными, выявила сильный источник рентгеновского излучения, который они не могли увидеть. Он находился в созвездии Лебедь и не излучал света. Но он был. И каким бы ни оказался этот источник рентгеновского излучения, его масса превышала массу Солнца в семь раз. Ученые назвали такое явление черной дырой. Черные дыры дают ученым новую теорию большого сжатия. Когда у определенных звезд кончается энергия, они сжимаются, превращаясь в намного более плотную массу, увлекая за собой все больше и больше материи. Сила гравитации настолько велика, что если что-либо окажется рядом с черной дырой, то оно навсегда попадется в ловушку. Даже свет. Это ошеломляющее явление может положить конец существованию Вселенной. Представим, что этот брезент пространство. Оно относительно плоское. Однако, если мы поместим в него массивный объект, он искривит пространство. Возьмем монету. Заметьте, как она идет по круговой орбите. Черная дыра притягивает ее на орбиту вокруг себя, и орбита все уменьшается по мере приближения к дыре. И в конце концов монета исчезнет, провалится в черную дыру. Что если наша Вселенная в конечном счете погибнет от огромной черной дыры? Что если всю материю во Вселенной с помощью сил гравитации затянет в одну гигантскую черную дыру? Тогда в конце останется сингулярность. Таким образом, это один из возможных вариантов гибели Вселенной. Мы начали с сингулярности, и мы можем в нее вернуться. Если смотреть на макроскопическом уровне, то природа черных дыр отчасти похожа на то, с чего могла начаться Вселенная, и чем может закончиться. Соответственно. Черные дыры существуют в изолированных частях по всему космосу. Сила гравитации черных дыр — это уменьшенный масштаб той силы, которая может вызвать сжатие Вселенной. Эта сила — темная материя. Ученые часто называют ее космическим клеем. Привет, Мэтью. Итак, темная материя притягивает другие объекты, в то время как ее гравитационное притяжение положительно. Темная энергия, хотя мы точно не понимаем, что это, имеет отрицательный эффект. Она отодвигает галактики друг от друга. Водоворот в опыте Ричарда Эллиса представляет гравитационную силу темной материи. Зеленая краска, выходящая из шприца, изображает пространство Вселенной, рушащиеся под действием сил темной материи. Присутствие темной материи действует как центр средоточия газа во Вселенной. Так развивается Млечный путь, пока Вселенная расширяется. Небольшие объекты сливаются благодаря конструктивной силе гравитации. И если бы это была единственная сила во Вселенной, то Вселенная прекратила бы свое расширение и разрушение в какой-то момент, и благодаря силе тяжести сжалась бы в точку. Темная материя ответственна за создание галактик за конечный период времени. Ведь если бы дело было лишь в силе тяжести атомных материй, то мы бы сегодня не существовали и не задавали бы эти вопросы. Потому что силе гравитации недостаточно времени для того, чтобы собрать воедино всю материю, существующую в космосе. Темная материя должна существовать, чтобы ускорить данный процесс. Тем не менее, Вселенная продолжает расширяться и ничто не говорит о ее разрушении. Значит, можно предположить, что силы темной энергии больше сил темной материи. Но ученым требуется доказательство. Для этого они изучают самые жестокие силы во Вселенной. Мы изучаем взрывающиеся звезды, чтобы попытаться понять, могут ли они указать нам на скорость расширения Вселенной. В конце своей жизни звезды такие, как наше Солнце, взрываются. Энергия, находящаяся в центре звезды, иссякает, и звезда разрушается, становясь тем, что ученые назвали белым карликом. На орбите у звезд белых карликов иногда бывают и другие звезды. Их называют компаньоны. В космосе может произойти массивный и ярчайший взрыв, если осколки звезды компаньона упадут на белого карлика. Ученые считают взорвавшиеся или сверхновые звезды, такие, как на этом снимке телескопа Хаббл, возможным показателем того, как быстро расширяется Вселенная. Их быстрые яркие взрывы позволят ученым отследить расширение Вселенной и измерить скорость ее расширения. Звезды белые карлики становятся ядерными бомбами. Они взрываются с определенной скоростью и определенное время. Чтобы эта яркость исчезла, необходимо некоторое время. При этом они все единообразны. Любая такая звезда будет выглядеть одинаково, где бы у Вселенной она ни находилась. Астрономы высчитывают расстояние до и скорость взрыва, измеряя количество излучаемого красного света. Чем быстрее удаляется от нас звезда, тем больше красного света от нее исходит. Исследуя спектр излучения сверхновой звезды, мы можем говорить о ее химическом составе, можем определить скорость, с которой звезда двигается с момента ее взрыва. Мы можем узнать множество фактов о происходивших событиях. Скорость развития галактик, содержащих сверхновые звезды, может быть использована для вычисления скорости движения всей Вселенной. Это возможно, так как можно сравнить скорость галактик с их расстоянием. Эта информация даст ученым возможность точно сказать, как скоро Вселенная поменяет направление движения и начнет сжиматься. Или ученые придут к диаметрально противоположному выводу. Доктор Эллис ищет ответы в обсерватории Кека на Гавайях. Телескоп установлен на вершине огромного вулкана, а на другой части острова находится смотровая комната. По-моему, на красной, на красной стороне, я думаю. В то же время Йохан Ришар в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене, штат Калифорния, оценивает цвет далекой галактики, который запечатлел телескоп Кек на Гавайях. Он смотрит, находится ли какой-либо из известных химических элементов, идущих от галактики в красной части спектра, и удаляется ли он. Мы можем интерпретировать эти данные как данные о скорости, с которой галактика движется от нас, а значит, сможем судить о скорости движения Вселенной. Правильная интерпретация красного участка спектра это краеугольный камень вопроса о будущем Вселенной. Более точные снимки Вселенной, которые удалось получить совсем недавно, показали, что красный участок спектра отдаленных галактик больше, чем предсказывали до этого. Это поразительно. Получается, что Вселенная расширяется со все увеличивающейся скоростью. Ничто в обозримом космосе не указывает на ускоряющуюся Вселенную. Но данные неоспоримы. А это означает, что невидимая сила действует против силы притяжения. Ученые назвали ее темной энергией. В начале сила гравитации во Вселенной была доминирующей силой. Посмотрите, мельчайшие частички на поверхности воды, словно галактики, сдерживаемые силой притяжения вместе. Где-то 7 миллиардов лет назад гравитация и темная энергия находились в равновесии. Но Вселенная расширялась. Плотность уменьшалась, и сила темной энергии увеличивалась. Вселенная начала ускоряться, теперь темная энергия доминирует в пространстве. Итак, во Вселенной было начало, было определенное количество энергии. И мы пытаемся понять, сколько же энергии. Мы знаем, что Вселенная расширяется, что делает она это с увеличивающейся скоростью. Чего мы не знаем, так это уменьшится ли ее ускорение или нет. Мы до сих пор пытаемся понять это. Нам не хватает знания того, сколько энергии во Вселенной, сколько материи в ней, чтобы судить о судьбе нашей Вселенной. История Вселенной это на самом деле битва темной материи и темной энергии. Эти две силы противоположны друг другу. Тогда развитие Вселенной и ее путь это противостояние этих двух сил. Теория большого сжатия была обоснована тем, что темная материя является доминирующей силой. Но сегодня астрономы подозревают, что темная энергия гораздо сильнее. И если это так, конец может быть жестоким. Она разорвет солнечные системы, звезды. В конце концов, ее сила станет настолько огромной, что разорвет саму материю, порвет атомные связи и уничтожит атомы, уничтожит все до мельчайших крупиц. Битва между темной материей и силой выдерживающей Вселенную вместе и темной энергией и силой жаждущей ее разорвать ведет Вселенную к разрушению. Если победит темная материя, Вселенная сожмется. Если темная энергия, то она разорвется на кусочки. Расширение дойдет до того, что просто разорвет всю Вселенную. По странной прихоти судьбы темная энергия, которая двигала материю, чтобы создать изумительную Вселенную, продолжает двигать ее, но уже к гибели. Чтобы понять, действительно ли темная энергия победит, ученым необходимо выяснить скорость расширения Вселенной. Главная особенность Вселенной в том, что она расширяется. Каждая галактика отдаляется от каждой другой галактики. Когда вы смотрите в ночное небо, вы видите далекие звезды, галактики, скопления галактик, и все они движутся от нас. Мы можем посмотреть на воздушный шар, надувая его. галактика. Но мы знаем кое-что еще о Вселенной, о ее расширении, а именно Вселенная расширяется все быстрее и быстрее, она ускоряется. Она становится все больше и больше с нарастающей скоростью. И мы не знаем, с какой конкретно скоростью, но если ускорение достаточно велико, то может произойти разрыв Вселенной, она разорвет себя, все до последнего атома уничтожится. Это идеально, просто здорово, что ты собрал это. Это огромная версия моего опыта, который я провожу в кабинете. Доктор Роберт Колдвелл проводит эксперимент, чтобы показать, как темная энергия влияет на ускорение Вселенной. Для этого ему нужна винтовка для пинтбола, установленная на автомобиле. Мы можем отрегулировать угол так, как вам необходимо. Что вы скажете? Да, думаю, можно сделать его более наклоненным. Он запускает грузовик вниз по склону. Силой тяжести движет автомобиль. Так же, как темная энергия двигает Вселенную, заставляя ее расширяться. Скорость автомобиля все увеличивается. Винтовка стреляет шариками с краской ровно каждую секунду. Колдвелл измеряет расстояние между пятнами краски, чтобы высчитать ускорение грузовика. Он будет использовать данные эксперимента, чтобы сравнить силу тяжести и силу темной энергии в космосе. Мы начали думать о теории Большого Разрыва, когда выяснилось, что Вселенная ускоряется. Само ускорение нам неизвестно. И задача многих астрономов сегодня точно вычислить, с каким ускорением движется Вселенная, как именно Вселенная развивалась в прошлом. Исходя из этого, как будет она развиваться в будущем. Ускорение расширения Вселенной неизвестно, но существует некий порог ускорения, и за ним разовьется уже такая скорость, которая разорвет Вселенную. как все прошло. Замечательно, мне кажется, мы получили хорошие данные. Прекрасно. Приступим к измерениям, да? Держи этот конец. Так, а я этот. Один метр двадцать... двадцать два сантиметра. Суть данного эксперимента в том, чтобы найти параллели между грузовиком, который толкает вниз силы тяжести и расширяющейся Вселенной. Хорошо, что у нас достаточно длинная рулетка, потому что интервал растет очень быстро. Через несколько интервалов расстояние между пятнышками увеличилось почти в семь раз. Если бы грузовик находился в космосе, он бы уже ехал со скоростью больше, чем 160 километров в час, а через 10 минут со скоростью в 1600 километров в час. Они становятся большими. Для Роберта Колдвилла важно, происходит ли то же самое расширение и ускорение в масштабах космоса. Итак, вот данные, полученные мной и Эриком. Суммарное расстояние, пройденное грузовиком, как функция времени. Функция имеет параболическое строение. Это как раз то, что ожидают от ускоренного движения объекта. А здесь другие вычисления, где я пытаюсь вычислить ускорение Вселенной. Расчеты Роберта Колдвилла показывают, что силы, действующие на Земле, подобны силам в космосе. Тогда этот эксперимент говорит о сильнейшем ускорении, происходящем во Вселенной. Может быть, сложно поверить, насколько хорошо процессы во Вселенной укладываются в эти вычисления. Но могу вас уверить, что согласно статистическим результатам, ускоряющаяся Вселенная идеально укладывается в эти данные. Если подобно этому грузовику Вселенная продолжит ускоряться, то через миллиарды лет она разорвется на части. Все отдаленные звезды и галактики отодвинутся друг от друга, отодвинутся от нас. Но главное, Вселенной не хватит времени остынуть. Это и волнующий, драматичный и жестоко. звезды разрушатся, планеты разрушатся, даже атомы разрушатся к тому моменту, когда погибнет Вселенная. Этого не случится еще по крайней мере 50 миллиардов лет. Тем не менее, это довольно интересный конец Вселенной. Как можно представить себе разрушенные атомы? Возьмем, к примеру, кофейную чашку. Атомы соединяются вместе и создают твердую поверхность, не дающую капучино вылиться наружу. Проникая внутрь материала, мы пройдем сквозь молекулы к атомам. Твердая чашка это не что иное, как частицы атомов, создавшие атомные связи, чтобы стать материей. Если убрать эти частицы, то и атомные связи, формирующие эту чашку, перестанут действовать. Атомы не будут составлять молекулы. Связи между маленькими частицами исчезнут. Материя, которую мы видим в форме кружки, растворится. Она расщепится, перестанет существовать. Такую гибель Вселенной предвидит Роберт Колдвилл. Если бы мы стояли на Земле или на другой планете, то мы бы увидели, что вместо всего того, что вас окружало, на вас надвигается нечто, напоминающее стену абсолютной тьмы. И по мере ее приближения исчезают звезды, галактики, и в конце концов она подступит вплотную к планете, окружит ее, и довольно скоро атомы начнут расщепляться и исчезать. Вот и все. Просто наступит стена всепоглощающей темноты. Согласно Роберту Колдвиллу, этот момент еще очень и очень далек, что позволит улучшить исследования ученых и уточнить данные. Это чем-то напоминает детектив. Мы пытаемся выяснить, кто виноват или кого можно обвинить в космическом ускорении. Нам кажется, что мы знаем его имя, мы зовем его темной энергии, но мы не знаем его образ действия. Мы знаем точно, как он работает и нам нужно больше информации о природе и явлении темной энергии. Мы хотим знать точно, что она делает и из чего состоит. Зная ответы на эти вопросы, мы будем иметь возможность точнее говорить о судьбе нашей Вселенной. Большой разрыв это одна из теорий. Но телескоп Хаббл, заглядывающий с поверхности Земли в отдаленные уголки Вселенной, дает ученым еще один вариант гибели Вселенной. Не такой жестокий, но столь же неизбежный. Ученые говорят, что Вселенная расширяется и в зависимости от ускорения движения Вселенной она может прийти к моменту, когда все разорвется на куски. Также возможно, что она продолжит расширяться, но с меньшей скоростью. тогда она не разорвется, но станет темной, холодной и безжизненной. Если темная энергия окажется постоянной, пространство Вселенной продолжит быть таким же, как сейчас. Вселенная будет расширяться вечно, и я думаю, это довольно грустный вариант. В конце она просто остынет, все замерзнет. Доказательства теории большого холода, как и других теорий гибели Вселенной, берутся из данных, полученных с помощью космического телескопа Хаббл. Он ходит по орбите Земли с 1990 года и заглядывает в пространство космоса. Снимки, отправляемые им на Землю, невероятно ясны и детальны. Благодаря Хабблу ученые могут делать лучшие предсказания о конце Вселенной. Так, вот пример снимка, полученного с космического телескопа Хаббл, который, грубо говоря, направили на определенный участок в космосе. Если бы мы посмотрели на изображение этого участка, снятое до установки телескопа Хаббл, то оно было бы размером с почтовую марку. И когда был сделан первый снимок этим телескопом, мы неожиданно обнаружили на нем 4000 галактик, которые до этого были для нас не видны. Невообразимо мощный телескоп. Каждая из этих пятнышек самостоятельная галактика, которая содержит в себе где-то примерно 100 миллиардов звезд. Астрономы с нетерпением ждут всех снимков с Хаббла. Каждый из них приближает ученых к разгадке тайны судьбы Вселенной. Исследуя снимки с помощью компьютера и используя различные ракурсы, снятые в различное время, мы можем выявить другие галактики на снимке. И у нас остается вот этот шарик. Для вас это ничто, но на самом деле это сверхновая звезда. Мы бы никак не смогли ее выявить, не используя телескоп Хаббл. Хаббл видит больше, чем просто звезды и галактики. Он видит нечто, что является одной из главных составляющих Вселенной, невидимую силу, противостоящую темной энергии, которая может вызвать большой холод. Это темная материя. Ученые говорят о темной материи как о субстанции, которая удерживает Вселенную от разрыва. Доказательства, что темная материя существует, присутствуют на некоторых снимках ближайших галактик. Иногда кажется, что другие галактики окружают их, но на самом деле это совсем не так. Точнее, это скорее отражение более далеких галактик, находящихся позади. Ученые полагают, что эта оптическая иллюзия — темная материя, вызвавшая странное искажение света, который называется гравитационной фокусировкой. Свет от более далеких галактик буквально изгибается от неровностей космического пространства, вызванных звездами и темной материи на его пути. Чем больше темной материи между Землей и далекой галактикой, тем больше искривляется свет и больше вероятность наступления большого холода. Гравитационный фокус — это крайне мощный инструмент для астрономов, потому что мы можем высчитать искажения света галактик и проследить распространение темной материи по разным направлениям. Сейчас мы смотрим на изображения идеальных галактик, и свет от этих галактик прорисовывается сквозь темную материю. Но то, что вы видите, это не то, что есть на самом деле. Это как носить очки, не зная, что вы их носите на самом деле. Если высчитать все эти искривления, то можно понять, где и в каком количестве находится темная материя. Можно также увидеть, как ведет себя Вселенная вокруг этой материи, по правилу силы гравитации или нет. Определить, какая из сил доминирует темная материя или темная энергия — первостепенная задача для ученых, жаждущих ответа, что будет большой холод или большой разрыв. Пока больше свидетельств того, что темная энергия сильнее. Но насколько? Решение данной загадки зависит от нахождения способа измерить скорость движения Вселенной. На Земле очень просто определить, насколько быстро что-либо двигается. Например, самолет. Мы можем посмотреть на него и высчитать скорость, зная расстояние, которое он пролетит, и время полета. Но свет от звезд может идти миллионы и миллиарды лет, пока будет увиден на Земле. К тому времени, как свет доберется сюда, звезда будет совсем в другом месте. Поэтому крайне сложно судить о скорости и расстоянии ее перемещения. Вселенная расширяется. Однако ученые не могут дать даже приблизительных ответов о ее скорости. Загадка может быть разрешена более точным представлением о космосе. До установки космического телескопа Хаббл было невозможно увидеть галактики, которые есть на этом снимке. Таким образом, наши возможности колоссально выросли благодаря техническим новшествам. Они позволили нам следить за развитием Вселенной на таком уровне, о котором мы даже не мечтали. Более ясные снимки космоса позволяют более точно определить скорость расширения. Если Вселенная продолжит расширяться, то со временем все источники энергии, все ядерные силы и звезды иссякнут, и Вселенная станет холодной, и настанет то, что называют большим холодом. По теории большого холода Земля может стать одинокой холодной планетой в расширившейся Вселенной. Расстояния между звездами растут так быстро, что они практически исчезают из вида. Через некоторое время они сгорят. И в конце концов Вселенная охладится. Эти идеи взяты из работы Эйнштейна и Хаббла. Жаль, что ни один из них не дожил до сегодняшних результатов. Представьте, что бы подумали Эдвин Хаббл и Альберт Эйнштейн, видя прогресс в нашей области, если бы были живы сегодня. Эйнштейн ведь делал предположение о расширении Вселенной как о естественном решении его уравнений. Но загадкой для него было то, что Вселенная оказалась неизменной. А Хаббл пытался выяснить, замедляется ли Вселенная. И оба оказались неправы. Она, все ускоряется. В то время, когда Эйнштейн выдвинул свою теорию, мы не знали, что существуют и другие галактики за пределами Млечного Пути, нашей галактики. И мы не знали о расширении Вселенной. И фактически, Альберт Эйнштейн, несмотря на то, что его уравнения почти кричали ему об эволюции Вселенной, не был достаточно уверен в этом, чтобы высказать предположение о расширении или сжатии Вселенной. Тем не менее, его работа привела к научным прорывам, которые помогли обнаружить темную материю и темную энергию, силы, которые могут привести к большому холоду. Эта сфера поможет продемонстрировать принципы большого холода. Мраморные шарики — это звезды, сформированные большим взрывом. Темная энергия двигает их, темная материя замедляет. При большом холоде расширение продолжится, но звезды перестанут гореть. Со стороны Земли первое, что исчезнет, так это солнечный свет. Солнце потухнет, когда выпустит последние капли ядерного топлива. Земля замерзнет и станет безжизненной. И через миллиарды лет после исчезновения людей космос исчезнет из виду. Несколько новых звезд могут остаться, но большинство уйдет. Силы, питающие Вселенную, иссякнут. А потемневшая Вселенная продолжит расширяться. Остывший и безжизненный след когда-то оживленной Вселенной. В конечном счете, если все будет продолжаться так, как сейчас, без изменений в составе плотности энергии, Вселенная продолжит расширяться вечно. Она будет становиться холоднее и холоднее, и соседние с нами галактики отдалятся настолько, что их невозможно будет увидеть. Итак, Вселенная станет темной и холодной. И довольно пустой. Астрономам еще многое предстоит узнать о влиянии темной энергии и темной материи. И большая часть новейшей информации поступает от этого зонда для исследования дальнего космоса. Он посылает информацию, которая помогает ученым выяснить прошлое будущей Вселенной. Ночное небо кажется спокойным и тихим местом. Но в реальности в нем заключены силы, движущие его к гибели. Фундаментальные научные исследования двигают астрономов к разрешению тайн Вселенной, включая и ее гибель. Решение загадки Вселенной может быть спрятано в этом разноцветном снимке. Невероятно, но это карта молодой Вселенной, какой она была практически в самом начале. И что более фантастично, она поможет понять ученым, как погибнет Вселенная. Аппарат, который заснял это, называется зонд микроволновой анизотропии имени Вилкинсона. Он запущен НАСА и работает круглые сутки. То, что мы здесь видим, это граница видимой Вселенной. Это свет, который измерил зонд остатки тепла от Большого Взрыва. И это самый старый свет Вселенной, который мы можем увидеть. Этот след от первоначальной Вселенной говорит нам о многом, о составе материи, о скорости расширения и о том, каковы были условия, в которых родилась наша Вселенная. Этот зонд – один из прорывов в астрономической науке в 21 веке. Ничто до этого не могло дать нам картину оставшейся после Большого Взрыва энергии. Энергии, которую ученые называют реликтовым электромагнитным излучением. Зонд измеряет разницу температур космического микроволнового фона, которая может в будущем помочь определить, какая сила будет доминировать во Вселенной и приведет к гибели космоса. Голубые пятнышки – это области, где микроволновый свет, произведенный большим взрывом, немного холоднее средней температуры. А красные области – области, где температура повыше средней. Разница температур, которую выявил зонд, говорит ученым о природе материи и энергии, которая содержится во Вселенной. Они могут анализировать рисунки света и находить ответы не только о пространстве, но и о судьбе Вселенной. Мы видим всего лишь малую часть электромагнитного спектра, и нам надо изучать и более длинные волны. Некоторые волны, использующиеся в микроволновой печи, чтобы нагреть воду, такие же, как те, что мы измеряем с помощью зонда. Зонд настолько точен, что может зафиксировать разницу температур в одну тысячную градуса. Такая чувствительность помогает ученым высчитать соотношение темной энергии и темной материи, сил которой определяет, как погибнет Вселенная. Мы собираем все различные вычисления, составляем карту вариаций, и, увеличив контраст, мы вообще-то можем убрать это свечение, которое исходило от большого взрыва, и увидеть колебания. Не похоже на правду. До тех пор, пока Гарри Хиншо не прибавит контраст. Тогда снимок с зонда оживает. Глядя на этот снимок, мы возвращаемся в прошлое, во времени и пространстве, и можем выдвигать новые теории о судьбе Вселенной. Двигаясь от зонда и проходя по пути света, который он исследует, мы минуем Марс, Юпитер и Сатурн, чей отраженный свет добирается до Земли чуть больше часа. Затем, покидая Млечный путь, мы проходим через ближайшую галактику, туманность Андромеды, чей свет доходит до нас через 2 миллиона 300 тысяч лет. Что значит, что мы путешествуем на 2 миллиона 300 тысяч лет назад. И, наконец, мы уходим на 13 миллиардов лет назад, время, когда появился видимый свет. До этого везде был нагретый газообразный водород. Зонт может заглядывать в прошлое. Он подтверждает важнейшие факты о Вселенной и о том, что двигает ее к концу. Благодаря зонду становится легче предсказать финал жизни Вселенной. Информация с него, а также работа астрономов, привели к удивительным открытиям об ускоряющемся расширении Вселенной. Ускоренное расширение поддерживает теорию о темной энергии и возможностях большого холода или большого разрыва. На основе всех полученных за 10 лет данных мы теперь знаем, что вероятность того, что темной энергии больше, чем темной материи, два к одному. То есть темная энергия — это доминирующая составляющая энергии во Вселенной. Доказательства кажутся ясными. Темная энергия берет вверх и ведет астрономов к новым идеям о зарождении и гибели Вселенной. До открытия темной энергии дело обстояло куда проще. Если мы определим количество материи во Вселенной, мы сможем судить о ее судьбе. Но теперь все изменилось. И все больше доказательств того, что Вселенная продолжит расширяться. Но до какого же момента? За последние столетия мы сделали огромные шаги в области изучения эволюции Вселенной и ее расширений. Но в каком-то смысле мы поставили больше вопросов, чем нашли ответов. И поэтому я думаю, что следующее десятилетие будет еще более увлекательным. Астрономы сталкиваются с сотнями испытаний, которые преподносят им теоретики. И мы стараемся быстро найти ответы на все возникающие вопросы. И мне кажется, это захватывающее будущее. Потому что если ты можешь что-то изучить, ты это испытываешь. Вот в чем суть науки. Битва между темной материей и темной энергией будет идти еще миллиарды лет. И Земля уже давно опустеет к моменту исхода этой битвы. Но ни одно стремление не было таким важным для науки, как понять, с чего началась Вселенная, как она движется и как погибнет. Это бесконечный поиск. Он движет астрономию вперед. Каковы ответы на эти глобальные вопросы? Каковы составляющие Вселенной? Какова природа темной материи? И, пожалуй, главная тайна, какова судьба Вселенной? Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Александр Гаврилин. Расчеты Роберта Колдвилла показывают, что силы, действующие на Земле, подобны силам в космосе. Тогда этот эксперимент говорит о сильнейшем ускорении, происходящем во Вселенной. Может быть, сложно поверить, насколько хорошо процессы во Вселенной укладываются в эти вычисления. Но могу вас уверить, что согласно статистическим результатам, ускоряющаяся Вселенная идеально укладывается в эти данные. Если подобно этому грузовику Вселенная продолжит ускоряться, то через миллиарды лет она разорвется на части. Все отдаленные звезды и галактики отодвинутся друг от друга, отодвинутся от нас. Но главное, Вселенной не хватит времени остынуть. Это и волнующий, драматичный и жестоко. Звезды разрушатся, планеты разрушатся, даже атомы разрушатся к тому моменту, когда погибнет Вселенная. Этого не случится еще по крайней мере 50 миллиардов лет. Тем не менее, это довольно интересный конец Вселенной. Как можно представить себе разрушенные атомы? Возьмем, к примеру, кофейную чашку. Атомы соединяются вместе и создают твердую поверхность, не дающую капучино вылиться наружу. Проникая внутрь материала, мы пройдем сквозь молекулы к атомам. Твердая чашка — это не что иное, как частицы атомов, создавшие атомные связи, чтобы стать материей. Если убрать эти частицы, то и атомные связи, формирующие эту чашку, перестанут действовать. Атомы не будут составлять молекулы. Связи между маленькими частицами исчезнут. Материя, которую мы видим в форме кружки, растворится. Она расщепится, перестанет существовать. Такую гибель Вселенной предвидит Роберт Колдвилл. Если бы мы стояли на Земле или на другой планете, то мы бы увидели, что вместо всего того, что вас окружало, на вас надвигается нечто, напоминающее стену абсолютной тьмы. И по мере ее приближения исчезают звезды, галактики, и в конце концов она подступит вплотную к планете, окружит ее, и довольно скоро атомы начнут расщепляться и исчезать. Вот и все. Просто наступит стена всепоглощающей темноты. Согласно Роберту Колдвиллу, этот момент еще очень и очень далек, что позволит улучшить исследования ученых и уточнить данные. Колдвиллу этот момент еще очень и очень далек, что позволит улучшить исследования ученых и уточнить данные. Это чем-то напоминает детектив. Мы пытаемся выяснить, кто виноват или кого можно обвинить в космическом ускорении. Нам кажется, что мы знаем его имя, мы зовем его темной энергией, но мы не знаем его образ действия. Мы знаем точно, как он работает, и нам нужно больше информации о природе явления темной энергии. Мы хотим знать точно, что она делает и из чего состоит. Зная ответы на эти вопросы, мы будем иметь возможность точнее говорить о судьбе нашей Вселенной. Большой разрыв — это одна из теорий. Но телескоп Хаббл, заглядывающий с поверхности Земли в отдаленные уголки Вселенной, дает ученым еще один вариант гибели Вселенной. Не такой жестокий, но столь же неизбежный. Ученые говорят, что Вселенная расширяется, и в зависимости от ускорения движения Вселенной она может прийти к моменту, когда все разорвется на куски. Также возможно, что она продолжит расширяться, но с меньшей скоростью. Тогда она не разорвется, но станет темной, холодной и безжизненной. Если темная энергия окажется постоянной, пространство Вселенной продолжит быть таким же, как сейчас. Вселенная будет расширяться вечно, и я думаю, это довольно грустный вариант. В конце она просто остынет, все замерзнет. Доказательства теории большого холода, как и других теорий гибели Вселенной, берутся из данных, полученных с помощью космического телескопа Хаббл. Он ходит по орбите Земли с 1990 года и заглядывает в пространство космоса. Снимки, отправляемые им на Землю, невероятно ясны и детальны. Благодаря Хабблу ученые могут делать лучшие предсказания о конце Вселенной. Так, вот пример снимка, полученного с космического телескопа Хаббл, который, грубо говоря, направили на определенный участок в космосе. Если бы мы посмотрели на изображение этого участка, снятое до установки телескопа Хаббл, то оно было бы размером с почтовую марку. И когда был сделан первый снимок этим телескопом, мы неожиданно обнаружили на нем 4000 галактик, которые до этого были для нас не видны. Невообразимо мощный телескоп. Каждая из этих пятнышек самостоятельная галактика, которая содержит в себе где-то примерно 100 миллиардов звезд. Астрономы с нетерпением ждут всех снимков с Хаббла. Каждый из них приближает ученых к разгадке тайны судьбы Вселенной. Сходились в равновесии, но Вселенная расширялась. Плотность уменьшалась, и сила темной энергии увеличивалась. Вселенная начала ускоряться, теперь темная энергия доминирует в пространстве. Итак, во Вселенной было начало, было определенное количество энергии. И мы пытаемся понять, сколько же энергии. Мы знаем, что Вселенная расширяется, что делает она, это с увеличивающейся скоростью. Чего мы не знаем, так это... уменьшится ли ее ускорение или нет. Мы до сих пор пытаемся понять это. Нам не хватает знания того, сколько энергии во Вселенной, сколько материи в ней, чтобы судить о судьбе нашей Вселенной. История Вселенной – это на самом деле битва темной материи и темной энергии. Эти две силы противоположны друг другу. Тогда развитие Вселенной, ее путь – это противостояние этих двух сил. Теория Большого сжатия была обоснована тем, что темная материя является доминирующей силой. Но сегодня астрономы подозревают, что темная энергия гораздо сильнее. И если это так, конец может быть жестоким. Она разорвет солнечные системы, звезды. В конце концов, ее сила станет настолько огромной, что разорвет саму материю, порвет атомные связи. И уничтожит атомы, уничтожит все до мельчайших крупиц. Битва между темной материей и силой, выдерживающей Вселенную вместе, и темной энергией и силой, жаждущей ее разорвать, ведет Вселенную к разрушению. Если победит темная материя, Вселенная сожмется. Если темная энергия, то она разорвется на кусочки. Расширение дойдет до того, что просто разорвет всю Вселенную. По странной прихоти судьбы, темная энергия, которая двигала материю, чтобы создать изумительную Вселенную, продолжает двигать ее, но уже к гибели. Чтобы понять, действительно ли темная энергия победит, ученым необходимо выяснить скорость расширения Вселенной. Главная особенность Вселенной в том, что она расширяется. Каждая галактика отдаляется от каждой другой галактики. Когда вы смотрите в ночное небо, вы видите далекие звезды, галактики, скопление галактик, и все они движутся от нас. Мы можем посмотреть на воздушный шар, надувая его. Но мы знаем, чтобы ускорить данный процесс. Тем не менее, Вселенная продолжает расширяться, и ничто не говорит о ее разрушении. Значит, можно предположить, что силы темной энергии больше сил темной материи. Но ученым требуется доказательство. Для этого они изучают самые жестокие силы во Вселенной. Мы изучаем взрывающиеся звезды, чтобы попытаться понять, могут ли они указать нам на скорость расширения Вселенной. В конце своей жизни звезды, такие как наше Солнце, взрываются. Энергия, находящаяся в центре звезды, иссякает, и звезда разрушается, становясь тем, что ученые назвали белым карликом. На орбите у звезд белых карликов иногда бывают и другие звезды. Их называют компаньоны. В космосе может произойти массивный и ярчайший взрыв, если осколки звезды компаньона упадут на белого карлика. Ученые считают, взорвавшиеся или сверхновые звезды, такие как на этом снимке телескопа Хаббл, возможным показателем того, как быстро расширяется Вселенная. Их быстрые и яркие взрывы позволят ученым отследить расширение Вселенной и измерить скорость ее расширения. Звезды белые карлики становятся ядерными бомбами. Они взрываются с определенной скоростью и определенное время. Чтобы эта яркость исчезла, необходимо некоторое время. При этом они все единообразны. Любая такая звезда будет выглядеть одинаково, где бы у Вселенной она ни находилась. Астрономы высчитывают расстояние до и скорость взрыва, измеряя количество излучаемого красного света. Чем быстрее удаляется от нас звезда, тем больше красного света от нее исходит. Исследуя спектр излучения сверхновой звезды, мы можем говорить о ее химическом составе, можем определить скорость, с которой звезда двигается с момента ее взрыва. Мы можем узнать множество фактов о происходивших событиях. Скорость развития галактик, содержащих сверхновые звезды, может быть использована для вычисления скорости движения всей Вселенной. Это возможно, так как можно сравнить скорость галактик с их расстоянием. Эта информация даст ученым возможность точно сказать, как скоро Вселенная поменяет направление движения и начнет сжиматься. Или ученые придут к диаметрально противоположному выводу. Доктор Эллис ищет ответы в обсерватории Икеака на Гавайях. Телескоп установлен на вершине огромного вулкана, а на другой части острова находится смотровая комната. Аналогии новейшего оборудования. На отдаленном вулкане одного из гавайских островов астрономы следят за битвой в космосе, которая решит судьбу Вселенной. Возвышаясь почти на 4300 метров над Землей, телескоп КЕК помогает астрономам со всего мира ближе и яснее увидеть космос. Место расположения не случайно, ведь телескоп работает лучше на большой высоте и вдали от огней города. Суровые условия делают работу на такой высоте крайне сложной. Но для ученых, стремящихся разгадать великую тайну, это не помеха. Это довольно примечательное место. Конечно, из-за того, что воздух разрежен, здесь гораздо тяжелее работать, но эти телескопы невообразимо мощные. И мы, астрономы, очень целеустремленные. Мы не просто наблюдаем известные всем объекты. Мы изучаем мельчайшие объекты, находящиеся в отдаленных частях Вселенной, которые могут рассказать о том, какой Вселенная была в начале. Здесь такие астрономы, как Ричард Эллис, работают над проблемой, которая занимает всех исследователей космоса после открытия Хаббла. Они знают, что Вселенная расширяется, но они не знают, с какой скоростью. Без этого будет крайне сложно предсказать, как погибнет Вселенная. Найти ответ поможет ее прошлое. Мы с коллегами используем телескоп как машину времени. Мы заглядываем в прошлое, чтобы изучить далекие галактики такими, какими они были очень и очень давно. Ричард Эллис и его коллеги используют телескопы, чтобы увидеть прошлое. Они видят вещи, которые подтверждают давнешние теории о космосе, наблюдают объекты, которые еще недавно было невозможно увидеть. Ученые приходят к выводу, что одно из предположений Эйнштейна, в частности, может быть соотнесено и с гибелью Вселенной. Эйнштейн утверждал, что в космосе должно находиться больше массы, чем мы можем предположить, что существуют участки невидимой сверхгравитации, которые не излучают даже свет. Одна из отдаленных галактик, найденная учеными, выявила сильный источник рентгеновского излучения, который они не могли увидеть. Он находился в созвездии Лебедь и не излучал света. Но он был. И каким бы ни оказался этот источник рентгеновского излучения, его масса превышала массу Солнца в семь раз. Ученые назвали такое явление «черной дырой». «Черные дыры» дают ученым новую теорию большого сжатия. Когда уопредрующая среда. Раньше Вселенная виделась ученым совсем иначе. До Хаббла ученые утверждали, что она статична и неизменна. Открытие Хаббла о расширении Вселенной означало, что когда-то у нее была точка отчета. Начало. Тогда появилась идея, а почему бы не выяснить, заглянув назад в прошлое, с чего все начиналось. Именно тогда и родилась теория большого взрыва. БАНГ 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 Большой взрыв. Доля секунды, в которую Вселенная и все в ней появилось из точки, меньшей по объему, чем атом. Существует заблуждение касательно большого взрыва, что мы можем обнаружить место в космосе, где произошел взрыв. на самом деле лучше думать о большом взрыве как о синхронном сотворении всего пространства, которое продолжает расширяться и по сей день. Если Вселенная расширяется с момента большого взрыва, ученые должны предположить, что когда-нибудь она прекратит расширяться. Вопрос в том, когда? Да. Самый очевидный ответ основан на принципах сил гравитации. То, что подброшено, должно упасть. Звезды и галактики могут изменить свое направление. Вселенная обрушится, и это будет тем, что многие ученые называют «большое сжатие». Возьми заверх, видишь другую рукоять, просто раздели их. Модель ракеты поможет понять суть большого сжатия. Ракета как Вселенная, которая расширяется из большого взрыва. Запуск ракеты, взрыв, дает ей возможность преодолеть силу притяжения к Земле. Пять, четыре, три, два, один. Взрыв заставляет ракету покинуть ее стартовую площадку. Она взмывает в воздух, преодолев на мгновение силу тяжести. Кажется, что она никогда не прекратит свой подъем. Но сила притяжения Земли не позволит ей подниматься вечно. В конце концов, когда иссякнет топливо, она продолжит лететь еще метр. Затем остановится и устремится к Земле. Именно это может произойти при большом сжатии. Вся Вселенная устремится на Земле очень и очень давно. Ричард Эллис и его коллеги используют телескопы, чтобы увидеть прошлое. Они видят вещи, которые подтверждают давнешние теории о космосе, наблюдают объекты, которые еще недавно было невозможно увидеть. Ученые приходят к выводу, что одно из предположений Эйнштейна, в частности, может быть соотнесено и с гибелью Вселенной. Эйнштейн утверждал, что в космосе должно находиться больше массы, чем мы можем предположить, что существуют участки, невидимые сверхгравитации, которые не излучают даже свет. Одна из отдаленных галактик, найденная учеными, выявила сильный источник рентгеновского излучения, который они не могли увидеть. Он находился в созвездии Лебедь и не излучал света. Но он был. И каким бы ни оказался этот источник рентгеновского излучения, его масса превышала массу Солнца в семь раз. Ученые назвали такое явление черной дырой. Черные дыры дают ученым новую теорию большого сжатия. Когда у определенных звезд кончается энергия, они сжимаются, превращаясь в намного более плотную массу, увлекая за собой все больше и больше материи. Сила гравитации настолько велика, что если что-либо окажется рядом с черной дырой, то оно навсегда попадется в ловушку. Даже свет. Это ошеломляющее явление может положить конец существованию Вселенной. представим, что этот брезент пространство. Оно относительно плоское, однако если мы поместим в него массивный объект, он искривит пространство. Возьмем монету. Заметьте, как она идет по круговой орбите. Черная дыра притягивает ее на орбиту вокруг себя, и орбита все уменьшается по мере приближения к дыре. И в конце концов монета исчезнет, провалится в черную дыру. Что если наша Вселенная в конечном счете погибнет от огромной черной дыры? Что если всю материю во Вселенной с помощью сил гравитации затянет в одну гигантскую черную дыру? Тогда в конце останется сингулярность. Таким образом, это один из возможных вариантов гибели Вселенной. Мы начали с сингулярности, и мы можем в нее вернуться. Если смотреть на доминирует темная материя или темная энергия, первостепенная задача для ученых, жаждущих ответа, что будет большой холод или большой разрыв. Пока больше свидетельств того, что темная энергия сильнее. Но насколько? Решение данной загадки зависит от нахождения способа измерить скорость движения Вселенной. На Земле очень просто определить, насколько быстро что-либо двигается. Например, самолет. Мы можем посмотреть на него и высчитать скорость, зная расстояние, которое он пролетит, и время полета. Но свет от звезд может идти миллионы и миллиарды лет, пока будет увиден на Земле. К тому времени, как свет доберется сюда, звезда будет совсем в другом месте. Поэтому крайне сложно судить о скорости и расстоянии ее перемещения. Вселенная расширяется. Однако ученые не могут дать даже приблизительных ответов о ее скорости. Загадка может быть разрешена более точным представлением о космосе. До установки космического телескопа Хаббл было невозможно увидеть галактики, которые есть на этом снимке. Таким образом, наши возможности колоссально выросли благодаря техническим новшествам. Они позволили нам следить за развитием Вселенной на таком уровне, о котором мы даже не мечтали. Более ясные снимки космоса позволяют более точно определить скорость расширения. Если Вселенная продолжит расширяться, то со временем все источники энергии, все ядерные силы и звезды иссякнут. И Вселенная станет холодной. И настанет то, что называют большим холодом. По теории большого холода, Земля может стать одинокой холодной планетой в расширившейся Вселенной. Расстояние между звездами растут так быстро, что они практически исчезают из вида. Через некоторое время они сгорят. И в конце концов Вселенная охладится. Эти идеи взяты из работы Эйнштейна и Хаббла. Жаль, что ни один из них не дожил до сегодняшних результатов. Представьте, что бы подумали Эдвин Хаббл и Альберт Эйнштейн, видя прогресс в нашей области, если бы были живы сегодня. Эйнштейн ведь делал предположение расширения Вселенной как о естественном решении его уравнений. Но загадкой для него было то, что Вселенная казалась неизменной, а Хаббл пытался выяснить, замедляется ли Вселенная. И оба оказались неправы. Она все ускоряется. В то время, когда Эйнштейн выдвинул свою теорию, мы не знали, что существуют и другие галактики за пределами Млечного Пути, нашей галактики. Разовьется уже такая скорость, которая разорвет Вселенную. Как все прошло? Замечательно. Мне кажется, мы получили хорошие данные. Прекрасно. Приступим к измерениям, да? Держи этот конец. Так. А я этот. Один метр двадцать... Двадцать два сантиметра. Суть данного эксперимента в том, чтобы найти параллели между грузовиком, который толкает вниз силы тяжести и расширяющейся Вселенной. Хорошо, что у нас достаточно длинная рулетка, потому что интервал растет очень быстро. Через несколько интервалов расстояние между пятнышками увеличилось почти в семь раз. Если бы грузовик находился в космосе, он бы уже ехал со скоростью больше, чем 160 км в час, а через десять минут со скоростью в 1600 км в час. Они становятся большими. Для Роберта Колдвилла важно, происходит ли то же самое расширение и ускорение в масштабах космоса. Итак, вот данные, полученные мной и Эриком. Суммарное расстояние, пройденное грузовиком, как функция времени. Функция имеет параболическое строение. Это как раз то, что ожидают от ускоренного движения объекта. А здесь другие вычисления, где я пытаюсь вычислить ускорение Вселенной. Расчеты Роберта Колдвилла показывают, что силы, действующие на Земле, подобны силам в космосе. Тогда этот эксперимент говорит о сильнейшем ускорении, происходящем во Вселенной. Может быть, сложно поверить, насколько хорошо процессы во Вселенной укладываются в эти вычисления. Но могу вас уверить, что согласно статистическим результатам, ускоряющаяся Вселенная идеально укладывается в эти данные. Если подобно этому грузовику Вселенная продолжит ускоряться, то через миллиарды лет она разорвется на части. Все отдаленные звезды и галактики отодвинутся друг от друга, отодвинутся от нас. Но главное, Вселенной не хватит времени остынуть. Это и волнующий, драматичный и жестоко. Звезды разрушатся планеты, разрушатся даже атомы разрушатся к тому моменту, когда погибнет Вселенная. Этого не случится еще по крайней мере 50 миллиардов лет. Тем не менее, это довольно интересный конец Вселенной. Как можно представить себе разрушенные атомы? Возьмем, к примеру, кофейную чашку. Атомы с... Хаббл видит больше, чем просто звезды и галактики. Он видит нечто, что является одной из главных составляющих Вселенной. Невидимую силу, противостоящую темной энергии, которая может вызвать большой холод. Это темная материя. Ученые говорят о темной материи, как о субстанции, которая удерживает Вселенную от разрыва. Доказательства, что темная материя существует, присутствуют на некоторых снимках ближайших галактик. Иногда кажется, что другие галактики окружают их, но на самом деле это совсем не так. Точнее, это скорее отражение более далеких галактик, находящихся позади. Ученые полагают, что эта оптическая иллюзия темная материя, вызвавшая странное искажение света, который называется гравитационной фокусировкой. Свет от более далеких галактик буквально изгибается от неровностей космического пространства, вызванных звездами и темной материи на его пути. Чем больше темной материи между Землей и далекой галактикой, тем больше искривляется свет и больше вероятность наступления большого холода. Гравитационный фокус это крайне мощный инструмент для астрономов, потому что мы можем высчитать искажение света галактик и проследить распространение темной материи по разным направлениям. Сейчас мы смотрим на изображения идеальных галактик, и свет от этих галактик прорисовывается сквозь темную материю. Но то, что вы видите, это не то, что есть на самом деле. Это как носить очки, не зная, что вы их носите на самом деле. Если высчитать все эти искривления, то можно понять, где и в каком количестве находится темная материя. Можно также увидеть, как ведет себя Вселенная вокруг этой материи, по правилу силы гравитации или нет. Определить, какая из сил доминирует темная материя или темная энергия, первостепенная задача для ученых, жаждущих ответа, что будет большой холод или большой разрыв. Пока больше свидетельств того, что темная энергия сильнее. Но насколько? Решение данной загадки зависит от нахождения способа измерить скорость движения Вселенной. На Земле очень просто определить, насколько быстро что-либо двигается. Например, самолет. Мы можем посмотреть на него и высчитать скорость, зная расстояние, которое он пролетит, и время полета. Но свет от звезд может идти миллионы и миллиарды лет. пока будет увиден на Земле. К тому времени, как свет доберется сюда, звезда будет совсем в другом месте. Поэтому крайне сложно судить о скорости и... представьте что бы подумали Эдвин Хаббл и Альберт Эйнштейн, видя прогресс в нашей области, если бы были живы сегодня. Эйнштейн ведь делал предположение расширения Вселенной как о естественном решении его уравнений. Но загадкой для него было то, что Вселенная казалась неизменной, а Хаббл пытался выяснить замедляется ли Вселенная и оба оказались неправы. Она все ускоряется. В то время когда Эйнштейн выдвинул свою теорию, мы не знали, что существуют и другие галактики за пределами Млечного Пути, нашей галактики. И мы не знали о расширении Вселенной. И фактически Альберт Эйнштейн, несмотря на то, что его уравнения почти кричали ему об эволюции Вселенной, не был достаточно уверен в этом, чтобы высказать предположения о расширении или сжатии Вселенной. Тем не менее, его работа привела к научным прорывам, которые помогли обнаружить темную материю и темную энергию, силы, которые могут привести к большому холоду. Эта сфера поможет продемонстрировать принципы большого холода. Мраморные шарики — это звезды, сформированные большим взрывом. Темная энергия двигает их, темная материя замедляет. При большом холоде расширение продолжится, но звезды перестанут гореть. Со стороны Земли первое, что исчезнет, так это солнечный свет. Солнце потухнет, когда выпустит последние капли ядерного топлива. Земля замерзнет и станет безжизненной. И через миллиарды лет после исчезновения людей космос исчезнет из виду. Несколько новых звезд могут остаться, но большинство уйдет. Силы, питающие Вселенную, иссякнут, а потемневшая Вселенная продолжит расширяться. Остывший и безжизненный след когда-то оживленной Вселенной. В конечном счете, если все будет продолжаться так, как сейчас, без изменений в составе плотности энергии, Вселенная продолжит расширяться вечно. Она будет становиться холоднее и холоднее, и соседние с нами галактики отдалятся настолько, что их невозможно будет увидеть. Итак, Вселенная станет темной и холодной. И... довольно пустой. Астрономам еще многое предстоит узнать о влиянии темной энергии и темной материи. И больше всего,